Давайте заранее спроспойлерить, они меня посирали, да? Они говорили, что я конченный мудак, который называет, не знаю, Ежа Сармата карликом, а Uber Marginal называет там, не знаю кем, кем я его, я его не называю вроде никак. Ну, просто критикую Маргиналу, я не знаю. Ладно, что, друзья, мы готовы, мы все собрались здесь для того, чтобы послушать вот это вот. Uber Marginal в гостях у Ежа Сармата, 20 числа 07-го 2002-го, поехали. Ну вот, чем это объяснить, кроме Shadowban? Абсолютно ничем. На самом деле, хуже всего, знаешь, кому, Осьминогу Бесконечности, у него Shadowban. На всех каналах. Чё? Да. А в чём шутка? Shadowban что? У него реально вот там просто пизда. Слушай, ну он же вроде засветился у меня, у тебя там, и ещё у кого-то, или... Так у него и дизайн стримов заебись, понимаешь, оформление, вот анимированная всякая такая хуйня, но проблема в том, что он шиз, блядь, и, как бы, ну, его... Слушай, ну мне он, кстати, не показался шизом, мне показалось, что у него скорее скучный такой контент, такой специализированный такой, ну, нишевый контент, да, и это, типа, ну, просто никому не интересно. То есть мне не... Я предвзят просто, ну, типа, мне такая философия не заходит, да. Ну да, но это не делает его шизом, понимаешь. Ну там сомневаться, да, надо, поэтому и не заходит. Там, где надо сомневаться, а не верить там в какие-то постулаты, ну, конечно, это ж тяжело. Александр, а как вам убер-маргинал? Позитивно отношусь к убер-маргиналу, ну... Как вы понимаете, все, что он говорит, ожидаемо. Более чем ожидаемо, и от него такое услышать вполне так себе, ну, можно легко. Пацаны, кстати, не знают, что я записываю кринжовые рэпы, я обогнал их в кринжах. Ну, шедов-бан, когда из рекомендаций по-тихому убирают без оглашения чей-то контент. Я не знаю, что это такое, честно говоря, до сих пор не понял даже из такой формулировки. Ща посмотрим, что там. Ну, хорошо, я могу согласиться, что это не делает его шизом, он не шиз, хорошо. Спасибо, я не шиз, замечательно. На самом деле я еще больше шиз, чем все вы вместе взяты, ребят, как бы... Как бы, ребята, вы это, не догоняете еще половину очек. Ну, можно сказать, что Николай Росов, например, или Светов, шизы, да, но, тем не менее, их контент очень... Ну, Николай Росов, я думаю, в самом начале пути, да, то есть мы ему желаем... Понял, ну, знаешь, у Геннадия Горина скучный контент, нишевый, специализированный, блядь. Ну, у Геннадия Горина, кстати, не шиз, потому что у него диагноз другой, то есть у него, скорее, некоторая отсталость. Не вышликать, не вышликать. Ну, короче, ребят, все, все слова, которые я говорил, что там они карлики, чмошники, все, все в силе. Я ни в коем случае не забираю свои слова назад. Ладно, ну, не так важно, меня это, в принципе, не обижает и не задевает. Ну, мы делаем контент... Ну, типа, контент перестает ютубом продвигаться без оглашения. Интересно. Кстати, у меня, может быть, такое и есть местами. То есть определенные мои видео перестали, ну... То есть мои трансляции не всегда попадают непосредственно в какую-то херню. Но я понимаю, что они без негатива, я тоже без негатива. Вот, но есть... Ну, то есть, то, что вот я шучу шутки про карликов, все нормально, значит. Ну, то есть у меня сейчас все этические, как бы, оковы спали только что. Все этические оковы с меня спали, я тоже без негатива. Да, сармат норма. Ну, я на самом деле с ним не согласен, что у меня скучный контент, как бы, друзья. Нишевый, скучный контент. Я делаю то же самое, что и он, как бы, по сути. Но когда мы с ним встречались, я оглашал свою точку зрения, свою позицию, свою философию. Оглашал свои академические заслуги. Может быть, кстати, зря. Может быть, поэтому у него такое представление обо мне. То, что у меня сейчас самые веселые стримы за всю историю человечества, ну, веселее, чем у Маргинала, там, и у Яржа Сармата в 10 раз, это, конечно, ну... Это, конечно, круто. Но вот они этого не видели, к сожалению. Они этого, к сожалению, не видели, и в гостях я себя так вот не проявляю весело, я не пляшу гачи-миксы. Вполне себе шизы со справкой, у которой все хорошо. А, я скучный. Хорошо, и просто тут... Я скучный. Вопрос, скорее, в том интересен человек или нет? Вот я, например, сегодня, когда мне задали вопрос в чате про идеологию идентаризма, я вспомнил фильм Кузьмы про Виджилинка. Да, я согласен, что у меня отличные разговоры с гостями. Ну, я мог бы доминировать, я мог бы доминировать. Но только смысл доминировать над гостями. Я пригласил гостей, чтобы они раскрылись для чего-то, что-то рассказали. А, ну, может быть, у меня нет шадоубана. Ну, они так забавно перескочили от шадоубанов к шадоу. У вас минутка бесконечности. Вот это похоже немного на шизу, кстати. Интересного мы книжку, да, посмотрели. Теперь смотрим, что про меня говорят. Убер маргиналы, ешь сармат. Да, не надо сейчас вот этих хрю-хрю, да, прочих вещей, пожалуйста. Ну, да, я персона уи, да. Да, я вспомнил, что Vigilink, когда его поймали какие-то хрю... Неинтересный контент, друзья. Неинтересный контент. Неинтересный контент у Александра Шадова. Неинтересный, блядь, нихуя контент. Никому, блядь, неинтересно совершенно, блядь. Никому, нахуй... Ай-яй-яй, опять. Опять ногами. Никому, блядь, неинтересно. Слышь, блядь? Ежи, ежи. Вот тебе. Вот тебе, ежи. Смотри. Никому, блядь, неинтересно. Ты так, блядь, можешь на одной руке стоять, а, сучара? Иди сюда, блядь. Иди сюда, пес. Как бы... Понятно. Никому неинтересный контент. Поехали. Вот, вот, вот. Неинтересный контент, понимаете? Никому неинтересный контент. У тебя, карлик, рука сломается, если ты будешь так делать. А у меня интересный контент. Интересный контент. Еще раз. Еще раз повторяю. Самый интересный контент, как бы. а так ну чё надеюсь хайлайты вырежут я интернета это замечательный интересный контент хейперы они ему сказали что они ему дадут хуй в рот ведь же link принял для себя решение откусить этот хуй понимаешь и вот я тут провел аналогию между вот этими слов так ребята они же сами никто ничего не ломает по вами виджелинка и да в этом на самом деле есть секрет осваивания стойки потому что когда вы стоя на одной руке показывать факт круто для этого и нужно для этого все гимнасты тренируются идеологии и дентаризма ну то есть понятно тут прямая аналогия в общем-то между этими вещами так что шедова то есть вы джелинг вполне себе шиз да но тем не менее он интересен огромному количеству людей ну в качестве оправдания я скажу что мой канал прям вот невероятно быстро растет то есть я буквально зачитанные месяцы накопил довольно таки крупную аудиторию для себя по крайней мере ну вот без какой-либо помощи мэдисона всяких других чуваков из верхнего интернета я просто ходил по персонажам из нижнего интернета включая ежа сармата включая ну вот uber маргинала ну вот они не очень популярны это на самом деле и нас в процессе стрима смотрела ну максимум тысячи человек понимаете из этой тысячи человек я сказал себе там человек 200 300 и так далее так далее так далее но то есть я очень неплохо схавал аудиторию у них в том числе интересно не интересно какой интересный вопрос какой интересный вопрос я с 10 тысяч с первого месяца поднялся поднялся до в общем-то уровня ну такого что теперь 40 тысяч месяц получаю выпьем за это друзья не интересный контент но мне платят деньги не про медисона позитивно к медисону позитивно отношусь к маргиналу позитивно отношусь к еже позитивно отношусь но сейчас я делаю контент я просто к тому что ты сказал что осьминога никто не смотрит потому что он шиз ну есть шизы которых у по 200 300 ел а зрители 17 ну так вы посмотрите сколько зрителей у какого-нибудь не знаю васила васил тоже принципе интересен но васила больше народа вообще в целом у него больше массив вообще публики у него там 6 тысяч человек час она его смотрит одновременно ну 50 100 человек 50 100 человек бывает побольше но редко крайне редко у меня сейчас 36 человек на ю тубе 36 человек на ю тубе я подбираюсь к василу как минимум просто вот я только начал стремить и я уже подбираюсь к василу например догоняю так скажем моего старшего товарища а может спросить почему вас ежи шизом назвал меня маргинал шизом назвал потому что ему не нравится такая философия как у меня у которых огромная аудитория понял понял но у него скорее то что он шиз мешает ему раскручиваться в этом плане имею ввиду нет ему не мешает не то что он шиз ему мешает то что у него не интересный контент скучный мне еще знаешь мне за 8 косарей заказали видео какого-то чувака в очках которого ты обозревал то есть мне заказали посмотреть только ну васил хорош васил хорош мне тоже нравится васил и из-за тебя и было то по 1000 зрителей а на других гостях 1 и 5 к ну вполне возможно потому что я не популярен как-то обозреваешь это еще какая проник что начал да 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 про энергию не периодически заказывают его ролики я так думаю что это он сам мне их и заказывает может быть но у него друзья кстати мы уже смотрим немножко больше чем надо прошу заказывайте еще видосы ну вот сейчас будем смотреть доказывать кто шиз кто не шиз давайте ну кто бы говорил серьезный я же еще бы говорил он со своей и шуткой типа а вот этот который не всегда затягивается на каждом стриме и потом повторяет одно и то же про гребаных в общем то коммунистов одни и те же в общем то сентенции замечательный контент ежу спасибо за то что учишь нас делать интересный контент спасибо большое спасибо ешь сармат зато у меня в чате матвей силкин под поняли сочки как бы вот привет матвей кстати у меня матвей матвей понимаете он делает мой контент еще лучше кстати да я скептик действительно ну такое академичники контент тут как у молодого маргинала но прежде всего потому что я позиционирую себя первых как с одной стороны настоящий философ то есть я который занимается непосредственно философией непосредственно настоящей философии во вторых я позиционирую себя человек который занимается в том числе и академической философией по крайней мере связи с некоторыми академическими персонажами у меня есть и я мог бы их и я мог бы их в общем-то как бы сюда тоже затащить если кому-то интересно понимаете в чем дело а в отличие от я же сам хатты и в отличие от обер маргинала ну я могу реально нормальную аудиторию философскую сюда притащить если кому-то понадобится это кому-то будет интересно а шадов а сколько ты в день зарабатываешь 15 и есть хотя бы если 15 ну сейчас я зарабатываю 2000 среднем день мой день здесь стоит 2000 где-то так игровой эксперт приветствую не ну то есть ну блин ну я же скучный контент окей а ты сколько моих видео смотрел я же например а ты смог бы танцевать как я а ты смог бы шутить как я а ты мог бы обсирать убер маргинала как я а ты мог бы повторять что ты карлик с козлиными ножками а не мог бы ты не мог а ты смог бы сплясать я кринж спеть я кринж смог бы смог бы в прямом эфире зачитать рэп ежи ты смог бы зачитать рэп в прямом эфире как тебе ноги лишь говно просто ребята честно говоря не для меня зашкварно было бы звать дуги да и только если бы он сам предложил но я же но я же ты серьезно кто кто скучный кто скучный может быть убер маргинал веселый который чувак сейчас давайте веселый убер маргинал садимся вот так вот качаемся вот так вот делаем контента очень интересно очень весело очень круто супер контент как бы очень веселый контент вот так вот ладно друзья давайте быстрее заказываем еще видосы потому что как бы я сижу и черной страдают а ты мог бы насрать штаны в прямом эфире вычете замечать это часто происходит а ладно